МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время, очередной этап, когда мы подводим итоги. Вы как оцениваете работу власти за последние два года в новых условиях? Прежде всего, нужно сказать, что исторический факт совершился, и он обеспечен всеми нормативными документами. Конституция Российской Федерации на основе волеизъявления граждан, которая состоялась в результате проведенного референдума, обеспечила легитимность объединения территорий и вхождения в состав Российской Федерации двух новых субъектов России, которыми являются город федерального значения Севастополь и Республика Крым. Это состоявшийся факт, на основе которого был проделан ряд таких законодательных нормативов, которые обеспечивают дальнейшее движение, интеграцию в российское экономическое, правовое, социальное, культурное пространство, которое в определенный период было утрачено или в какой-то степени ослаблено. Конечно, здесь очень важно учесть специфику этих субъектов Российской Федерации. И для того, чтобы вот эта адаптация состоялась и скорейшая интеграция произошла по всем аспектам нашей жизнедеятельности, была принята программа правительства Российской Федерации о социально-экономическом развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года, где в разных разделах предусмотрены разные направления вложения средств для того, чтобы подтянуть всю ситуацию к общероссийским стандартам. Это, прежде всего, дорожно-транспортная инфраструктура. Из всего объема выделенных средств – 708 миллиардов рублей – две трети идут на транспортную инфраструктуру. Прежде всего, это мост. Мост через Кереченский пролив, который обеспечит абсолютную географическую интеграцию, коммуникации, которые так важны, так и нужны, в том числе для туристических потоков, в том числе для снижения стоимости товаров у нас здесь в городе на полках, потому что упрощенный грузооборот очень серьезно будет влиять на ценообразование. Сегодня очень сложными такими логистическими схемами доставляются товары, что, естественно, ложится на конечную стоимость и покупательскую способность населения. Так вот, Кереченский мост и дальнейшая транспортная инфраструктура полуострова являются важнейшей частью федеральной целевой программы, которая обеспечит и грузопоток качественно, своевременно, по затратам значительно ниже осуществляемых сегодня. И это, конечно, будет обеспечивать жизнедеятельность населения не только товарами на полках, но и строительными материалами, бытовыми всеми необходимыми ресурсами, строительством, коммунальных объектов, которые также в ФЦП заложены. Ну и по социальной сфере, конечно. У нас очень серьезный объем инвестирования на строительство школ, детских садов, на строительство поликлиник, на строительство больниц. И здесь и система здравоохранения, и система образования получит очень существенный такой приток средств, которые очень серьезно поддержат эти социально значимые сферы. Почему поддержат? Потому что сейчас идет только проектирование. У нас 2016 год должен быть завершающим в части проектных работ. И транспортная инфраструктура, и строительство какого-то объекта школы, допустим. Это требует изыскательских работ, требует согласования, требует экспертизы, требует проектно-сметной документации на основе того технического задания, которое выдается соответствующим заинтересованным органам. Поэтому эти сроки, они вот так вот сразу хотелось бы и сразу нет. Поэтому надо ожидать, что в 2017 году, по завершению проектных работ, в 2016 году мы уже увидим возводимые объекты, мы уже увидим строящиеся дороги, мы уже в дальнейшем, в 2018-2019 до 2020 года получим очень значительное количество социальных объектов, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, которые здесь у нас на месте будут обеспечивать жизнедеятельность. Я еще раз повторяю, что вот на сегодняшний день это в проектной документации видят только узкий круг специалистов и должностных лиц. Люди увидят эту работу, когда начнутся строительно-монтажные работы, то есть с 2017 года, после завершения проектно-изыскательских и проектных работ. Это, конечно, важно. 377-й закон, который мы сегодня приняли о свободной экономической зоне, он недостаточным является для того, чтобы инвестиционная привлекательность была у нас такова, чтобы преодолела санкционные барьеры, которые у нас установлены. В этой связи мы с вами уже в этой студии обсуждали, мы разработали, я как депутат от Севастополя возглавил рабочую группу, которая включила в себя все необходимые представительства и федеральной власти, и региональной власти, законодательной и исполнительной, для того, чтобы выработать новый пакет законов. Дважды мы уже обращались к президенту, и сейчас уже мы на выходе. Весеннюю сессию мы будем принимать этот закон. Таким образом, за эти предыдущие два года, конечно, сделано много, но в целом оставаться довольными ситуацией невозможно. Уровень жизни требует дополнительно внимания со стороны власти, и мы с вами должны сделать для себя оценку. Моя личная оценка, как и многих наших товарищей и депутатов, и не только нашей фракции, что в целом деятельность правительства Российской Федерации не удовлетворительна за последние несколько лет, которая привела к значительному снижению бюджетных поступлений, что является итогом экономической и социальной политики нынешнего правительства. Естественно, это отражается и на отдельно взятой территории, в частности, в городе Севастополе. Это и качество работы власти, это уровень коррупции, это недостаток средств на самые важные, на главные программы. Поэтому можно сказать, что два предыдущих года были напряженными. В части геополитических перемен важными, историческими, правильными, эффективными, а с точки зрения реализации всех необходимых мер по обеспечению жизнедеятельности населения, власти всех уровней справились не в полной мере. Исходя из того, что Вы сказали, о каких приоритетных задачах можно говорить на ближайшее время? Безусловно, это привлечение суда инвестиционного потенциала, и не только российского, и не столько российского, сколько зарубежного, в том числе и капитала, который ушел из России за предыдущие годы по разным причинам. Мы создали для этого особые условия, которые дают нам сейчас возможность рассчитывать, что уже в конце этого года, 2016 года, существенный приток капитала на территорию Крыма, инвестиционного капитала, который в дальнейшем будет размещаться в инвестиционные проекты здесь, на нашей территории, мы сделали. У нас ушел почти год на проработку этого закона, и мы создаем эту нормативную базу, которая окажется передовой в мире по привлекательности размещения инвестиций. Мы взяли опыт передовых стран в части инвестиционной привлекательности, заложили его в наши особенности, на крымской и российской действительности, и сделали этот закон, надеясь, что в весеннюю сессию мы его примем. Безусловно, нужно повысить качество работы власти, исполнительной и законодательной. Бесконечные споры, дрязги и непонятные разборки, они должны быть прекращены. Если человек идет во власть, он должен понимать, что он идет во власть не выяснять отношения с кем-либо, для чего-либо, а работать в интересах территории населения, который живет на этой территории. Это первая, главная задача, основная, и никакой другой быть не может. Все остальное вторично к тому, чтобы обеспечить человека нормальными условиями жизни. Для этого и федеральные власти, и региональные власти, и муниципальные власти, о которых мы часто незаслуженно забываем и не даем им тех нужных полномочий, которые по закону определены, поэтому сегодня нужно повысить доверие к власти. Мы сегодня значительно в степени утратили доверие к работе органов власти. Здесь, в Севастополе, на крайне низком уровне находится это доверие. Следовательно, эффективность работы власти крайне низка. И никогда у населения доверия к власти нет, она не будет никогда высокой, потому что власть может опираться на народные массы, на народные инициативы, на народные интересы, тогда власть эффективна. Если этот разрыв произошел, доверие здесь как цементирующего фактора не присутствует, тогда эффективности от работы власти ждать нечего. Поэтому нам необходимо повысить доверие к работе власти. Нам необходимо уничтожить коррупционные проявления, которые сегодня, к сожалению, в нашей жизни довольно частое явление. Это борьба принципиальная, это борьба на уровне и федеральной, и региональной власти. Если мы эту проблему, эту беду не победим, мы внесли законопроект, при котором коррупция приравнивается по тяжести преступления к измене Родины, поскольку именно такой фактор она сейчас приобрела. Коррупция является удушающим фактором нашей всей системы власти. Сегодня на самый высокий уровень проникшая коррупция парализует работу власти, делает ее неэффективной, неспособной адекватно реагировать на те все необходимые вещи. Но я абсолютно уверен, что процесс оздоровления идет. Идет даже, может быть, не так медленно, как мы считаем, потому что некоторые вещи идут очень подспутно, очень скрыто эти специальные мероприятия проводятся, и законопроекты готовятся, и соответственно, и службы проводят свои мероприятия. Но уверяю вас, эта работа ведется. Повышение доверия к работе власти всех уровней, а соответственно, повышение эффективности работы, вот это связанные вещи. Если уровень работы власти будет вот такой, как сейчас, и на федеральном, и на региональном уровне, доверия не будет никогда. Следовательно, нужно повысить качество работы власти и приобрести доверие населения. Оно должно почувствовать улучшение, почувствовать заботу, почувствовать гарантии. Тогда появится доверие к этой власти, это связанные вещи. И коррупция. Коррупция – удушающий фактор, который сегодня должен быть ликвидирован. И здесь не надо жалеть ни коррупционеров, ни членов их семей, на которых переписано часто их имущество, и он остается с одной сорочкой, этот коррупционер, который миллионными оборотами выкрадывает из бюджета деньги, лишая населения. А все находится у каких-то родственников. Здесь не надо никого жалеть. Здесь очень принципиально должна быть поставлена борьба с коррупцией. Коррупция – это измена родине. И все санкции должны именно в этой связи применяться. Поэтому сегодня можно говорить о том, что сделано много населения, жителями Севастополя и Крыма. Именно жители Севастополя сделали историческое событие воссоединение, в возврат Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию. Но чиновники, к сожалению, адекватно подхватить вот такую энергетическую волну не смогли. Мы очень серьезно утратили доверие жителей к работе власти в соответствии с тем низким качеством, которое власть демонстрирует. Но в ближайшее время замечательные перемены. И абсолютно уверен, что все те принятые меры, осуществляемые мероприятия, они дадут должный свой эффект. И вот этот переходный период не совсем комфортный, не совсем понятный, мягко говоря, и не совсем одобряется он населением. Он пройдет, и он пройдет очень скоро. У нас есть в ближайшем будущем все составляющие для того, чтобы на хороший, качественный уровень вывести работу власти и тем самым уровень жизни населения повышать и значительно в ближайшее время. Будем надеяться на это. Михаил Васильевич, спасибо большое, что пришли к нам и за интересную беседу. Напомню, говорили об актуальных вопросах для жизни региона. У нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Михаил Бричак. Впереди только важные и актуальные для города темы. Увидимся в эфире информационного канала Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова